Шалом, здравствуйте! Сегодня мы продолжим говорить о подготовке нашей квартиры к празднику Песах. Кухонная посуда. В старые времена, когда той же самой посудой пользовались в течение года, и в Песах требовалось кашировать посуду. То есть нужно было посуду тщательно промыть, прочистить во всех уголках и затем сделать огола, то есть процесс тримической обработки посуды. В наше время в большинстве еврейских семей есть специальная посуда на Песах, и так следует делать, у кого есть возможность купить специальную посуду на Песах. А посуда, которую мы пользуемся в течение года, кладется в специальное место. Ее содержимое продается неевреям. Если наша обычная посуда на хорошо вымыта, вымыта специальными моющими средствами, то по закону нет необходимости ее продавать, ее просто необходимо положить в отдельное место. Мраморные покрытия кухонных шкафов и кухонных столов требуют основательной очистки. Необходимо промыть все уголки мрамора на кухне. Затем проводится термическая обработка, каширование мрамора. Это можно сделать либо горячей водой, то есть берется горячий кипящий чайник, и пока вода в нем кипит, поливается из чайника на всю поверхность шайш. Это можно сделать также раскаленным камнем и водой. Провести раскаленный камень с водой по поверхности мрамора. Затем мрамор покрывается фольгой, его можно использовать в Песах. Если мы покрываем мрамор линолеумом или неар-аллюминиумом, то есть твердой алюминиевой бумагой, то нет необходимости делать термическую обработку, достаточно тщательно промыть мрамор до этого. Остальные столы, так как принято в Песах пользу двумя покрытиями, нет обязанности проводить термическую обработку. Достаточно их тщательно вымыть и покрыть двумя покрытиями. То есть первое покрытие это картон или твердый неар-аллюминиум, и потом покрывают сверху скатертью. Нижние части столов не надо мыть. Только если, если последнее, что там есть прилипший хамец, тогда нужно пройтись тряпкой со специальным раствором и почистить нижнюю часть стола и ножки. То же самое кровати, диваны не нужно мыть. И если есть опасение, что там был хамец или кто-то занес туда хамец, нужно прочистить матрасы или пропылесосить. То же самое касается диванов и кресел. Иногда они используются, когда кушают хамец, находятся в диванах и в креслах, и поэтому следует пропылесосить все отверстия в креслах и в диванах. Это то, что касается нашей мебели. Детские игрушки, часто может быть там хамец, поэтому нужно проверить игрушки и устранить весь хамец, который находится там. Можно промыть игрушки в мыльном растворе, и этого достаточно. Раковины следует хорошо промыть. Сливное отверстие следует залить специальный раствор, в Израиле называется экономика, с водой. И принято покрывать внутреннюю часть, внутреннюю поверхность раковины, либо фольгой, либо есть специальные раковины из пластика, которые вставляются во внутрь раковины. И ими пользуются в течение всего Песоха. Важно при этом помнить не пользоваться горячей водой, когда у нас есть посуда внутри этой раковины, потому что это связано с конструктором в Песох. Поскольку в раковине может быть хамец, то нежелательно пользоваться горячей водой, когда моем посуду в Песох. Кухонные краны тщательно вымывают и ополаскивают горячей водой. Стены нет никакой обязанности красить и чистить. Только те участки, на которых есть прилипший хамец. Это могут быть участки, которые близки к кухонному столу или к мраморному покрытию кухонных шкафов. Также могут быть стены, которые рядом с плитой. Обычно там испарение, там может быть прилипший хамец. Стены, которые находятся близко к плите, желательно покрыть фольгой, таким образом, чтобы, если касаются пасхальной кастрюли, касаются этого, чтобы не было опасения, что попадает хамец. То же самое касается стен, которые соприкасаются с кастрюлями рядом с поверхностями, покрытыми мрамором, над кухонными шкафами. Полы, в былые времена они были земляные полы, там было много щелей, поэтому требовалось много сил для того, чтобы их очистить от хамец. В наше время достаточно приготовить раствор для мытья полов и тщательно вымыть пол. И даже если есть какие-то крошки на полу, то раствор, он нейтрализует хамец. Книги, которые используются за столом в течение года, желательно продать их содержимое неевреям. И книги не используются в Песах, естественно. То, что не используется в Песах, то это можно начально читать и пользоваться этим. Во многих еврейских домах следят за тем, чтобы не читать за столом в течение года, чтобы можно было пользоваться этим книгами в Песах. Те же книги, Берхоним, которые находятся на столом, которые находятся за столом в течение всего года, их желательно продать. Очень важно закончить уборку как можно раньше, так, чтобы последний день перед Песах был свободен, чтобы была возможность отдохнуть и подготовиться к седру как следует. Поэтому желательно все этапы уборки, о которых мы говорили сейчас, сделать несколько дней до Песах. И оставить лишь небольшой кусочек на ночь в канун Песаха, ночь Юдалит 14-го Ниссана, для того, чтобы выполнить заповедь Бьюр Хамец со свечкой. Этого достаточно для того, чтобы можно было бы сказать на него благословение. И постараться сделать так, чтобы день до Песаха был свободен, чтобы человек смог отдохнуть и встретить Песах.